Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Нашей кампании уходящая неделя выдалась достаточно богатой на события, что было обусловлено в первую очередь окончанием Рамадана в Объединенных Арабских Эмиратах, после которого работа сразу по нескольким проектам возобновилась с прежней интенсивностью. Напомню, что в настоящее время этот регион является главным стратегией развития струнного транспорта Юницкого. Достаточно упомянуть хотя бы строительство инновационного центра Skyway и партнерство с Американским университетом в Эмирате Шарджа. В перспективе центр должен стать частью инфраструктуры научно-исследовательского технологического парка Шарджи, в состав которого он входит. Транспортники Дубая поставили перед собой амбициозную и с технической точки зрения сложную задачу. Увеличить долю автономного транспорта в городе до 25% к 2030 году. Такая мера по расчетам должна сэкономить до 44% транспортных расходов и сократить уровень загрязнения окружающей среды на 12%. В перспективе переход на самоуправляемый транспорт должен улучшить ситуацию с пробками на дорогах и парковочными местами в городе. Технология Skyway занимает прочное место в этой программе. А вообще данный регион с целым комплексом адресных проектов, мне обо всех из них к сожалению пришла пора говорить, вполне способен стать мировым центром высокоскоростного транспорта нового поколения, не имеющим аналогов на планете. Он будет соответствовать требованиям 21 века, меняя правила игры на рынке транспортных услуг. Но ближе к делу. На территорию строящегося инновационного центра была доставлена индустриальная опалубка, требующаяся для завершения монолитных работ на анкерных опорах сооружаемой первой линии. Являющаяся гибкая рельса струнной эстакадой с формулой пролетов 100-200-100 метров. По сравнению с гибкой трассой в экотехнопарке Skyway в Марьиной Горке, эстакада и инфраструктура этого комплекса были существенно усовершенствованы, так как в ее конструкции были учтены и исправлены некоторые детские болезни, характерные для первых образцов любой технологии. На производственных площадях завода подрядчика в Объединенных Арабских Эмиратах, куда уже доставлены все необходимые металлоконструкции, были проведены подготовительные работы для монтажа путевой структуры. Все ближе сдача нового производственного помещения закрытого акционерного общества струнной технологии возле опытно-экспериментального участка в свободной экономической зоне Минск, без которого невозможно перейти от штучного производства, пусть пока мелко, но уже серийному, что крайне необходимо для реализации нескольких проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящий момент на объекте проходит подготовка к заливке полов, ведутся отделочные работы в административной бытовой части корпуса. Помимо этого происходит установка вентилируемых фасадов. Что касается третьего производственного участка, расположенного на большем удалении двух первых, то там уже приступили к монтажу наружных и внутренних инженерных сетей. Не следует думать, что бывший танковый полигон в Республике Беларусь снова превратился в пустырь. Эко-технопарк Skyway в Мариной Горке остается центром испытаний, демонстрации и международной сертификации инновационной струнной технологии, куда продолжают приезжать многочисленные международные делегации. Началась подготовка к Эко-фесту 2019, и на этой неделе мы объявили хорошую новость для всех его посетителей. Если в прошлом году из-за технических ограничений опробовать струнный транспорт смогли далеко не все желающие, то в этом такая возможность будет абсолютно у каждого, кто купит билет на фестиваль. На текущей неделе в Эко-технопарке Skyway было закончено бетонирование второй анкерной опоры шестой линии, остался только парапет. На первой анкерной опоре проводилось бетонирование стены второго этажа. В завершающей стадии находятся испытания элементов конструкции из композитных материалов для фермерно-струнной эстакады шестой линии. Помимо этого, на уходящей неделе проводилась работа по адаптации технической документации, требуемой для строительства в Шардже уже второй линии Skyway, которая является фермерно-струнной эстакады. Таков краткий отчет о прогрессии в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями наших официальных сайтов, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и у вас всегда будет самая точная и свежая информация о ваших единомышленниках, людях, вместе с вами делающих все возможное, чтобы изменить мир к лучшему. Строй Skyway, спасай планету!